всем добрый день и так наконец-то пришло время сбора компьютеров на канале и в этом видео я решил вернуть старую традицию и каждый раз в ноябре я собираю белый компьютер те зрители кто уже давно смотрит мой канал за что им я отдельно признателен они знают что такие сборки в белом свете я называю то ли снежинка то ли ветерок ну такие то есть дебильные названия самое важное что люди запоминают эти сборки теперь у нас новая версия снежинки 3.0 и она прям самая заряженная из всех прошлом да еще при этом в мини формате что ж почти все железо в этой сборке я купил лично за свои денежки то есть процессор оперативную память водянку накопители и даже корпус я сам лично купил и это очень важно ведь иначе собрать такой тематический компьютер ну очень сложно и при этом соблюдать все это по цветам и делать все это и железо которое тебе дают вендор и поэтому возможно что-то будет не очень белое и некоторое железо проще было мне лично купить самому не все получилось конечно у меня в этой сборке я признаюсь была там одна или даже парочку довольно странных историй короче к этой теме мы еще вернемся но прежде чем мы начнем собирать компьютер хотелось бы напомнить зрителям что 11 ноября то есть уже сегодня придет самая масштабная распродажа в мире и наша с вами любимая компания xiaomi тоже сделает большие скидки на свои товары конечно все это распродажа будет происходить на официальном интернет-сторе компании сяоми то есть все товары сертифицированы и имеет официальную гарантию из ключевых девайсов которые есть на этой распродаже я бы назвал или то есть отметил как раз те товары которые я лично обозревал на своем же канале а именно телевизоры смартфоны и конкретно модель смартфона под названием poco x3 nfc именно этот аппарат действительно достоин вашего внимания я уже снимал о нем обзор недавно он понравился мне отличной камерой большим аккумулятором на 5000 миллиампер и также у него современное железо внутри и внимание экран на 120 герц и вот обладая всеми этими достоинствами он стоит абсолютно адекватно и с учетом скидок 2000 рублей можно взять такую топовую версию на 6 оперативы и 128 по стоянке ровно за 19 тысяч 990 рублей и также еще есть версия более доступная это на 6-64 и она стоит 17 990 в общем однозначно с учетом возможности смартфона это я думаю один из самых лучших если даже не самый лучший за эти денежки так что советую вам присмотреться плюс к этому я уже сказал выше на этой распродаже есть не только смартфоны но еще множество различных полезных товаров от бренда 7 и более детально смотрите по ссылке в описании под этим видео переходите смотрите и не упустите свой шанс купить лицензионную технику сиоми по хорошей цене всем удачные распродажи но мы вернемся к теме нашего видео итак начнем конечно же с процессора что ж я думаю те кто давно уже смотрят мои видео знает что я из двух производителей почти в 90 процентов случаев выбираю именно intel и делаю так не потому что не вижу перспективы или не замечая конкурента в лице амди нет а делаю так просто потому что действительно не замечаю конкурента и не вижу перспективы без комментариев просто уже все равно знаешь что а 9 10 900 кей это лучше камень не только для игр но и для работы поэтому если я делаю эту мини сборку с упором именно под запуске игры той возникает вопрос а зачем мне быть не таким как все и выделываться и брать скажем райзен 9 да я знаю что вышли новый райзен пятитысячные серии и да я знаю что они опережают 10 900 кей аж на два-три кадра но продажи их просто нет и непонятно как скоро не появится и даже если появится то и цена там будет явно не 42 тысячи как за 10 900 кей а я думаю порядка 60 к или даже больше короче я не стал ничего выдумывать и взял просто 10 900 кей в исполнении marvel и кто довольно странная штука иной к нему же и понятное дело нужно было именно мини плата на за 490 чипсете что ж такую плату будет честен мне предоставили для сборки компании иисус точнее я обратился к менеджерам с предложением снять контент и вот товарищи перед вами наверно лучшее действительно самая лучшая из мини плат на чипсете за 490 в этой материнке есть все то что нужно абсолютно любому человеку и комплектация шикарная и поддержка вай фай 6 и силовая часть элементов умеет поднимать 10 900 кей до 5200 буквально просто подняв множители то есть в этой материнке все по высшему уровню и цена тоже на высоком уровне порядка 27000 рублей но самое интересное для меня это строение звуковой платы которая вынесена отдельно и на этом микроплате как раз и расположены внимание 2 ssd слота под накопители то есть конструктивная часть явно необычная каждая деталь здесь продуманная я даже нашел на самом радиаторе спрятаны маленький ветродубчик вот такие дела друзья ну и плюс к этой плате мы конечно вернемся и хотелось бы конечно сейчас обсудить это именно охлаждение процессора и сам корпус и так здесь я сразу допустил свою первую ошибку и послушал мнение людей в своем сообществе и также в инсте что типа фу ты решил поставить в эту сборку какой-то там дипкул в эту крутую сборку ты поставишь китайскую водянку и что-то я знаете друзья замешкался вот как-то занервничал и не стал ставить дипкул просто пошел и купил действительно водянку примут за 12000 от все той же компании nzxt и это была моя первая самая важная ошибка ошибка просто слушать людей которые сидят вот в интернете вот смотрят на это фото но не участвует самой сборки и поэтому это разные вещи и так в чем же моя ошибка но во первых цена на эту воду в целом необычная она стоит еще раз напомню 12000 второе она не белая по цвету самого корпуса и третье у нее очень большая помпа или шайба и она просто закрывает первый слот оперативной памяти просто у нее такая вот странная конструкция что из нее торчат всякие там провода из этой шайбы и это очень мешает если делаешь сборку мини формате в общем я и так крутил и сяк то есть это очень неудобная конструкция общем я был вынужден просто вернуть обратно эту водянку ну не смотрится она ну никак в этой сборке да и подключение у нее тоже довольно сложно всякие там юсб сата провода на короче я просто взял deep cool капитан 240 я уже имел дело давно с этой ревизии капитана я помню мне очень понравилось она в прошлом и да я знаю что найдутся те кто скажет вот ты какой-то конченый взял топовую воду от бренда nzxt и заменил на какую-то там не знаю китайскую deep cool ну окей давайте вот все таки я оспорю свое решение я хотел бы сказать что из всех китайских компаний которые я лично знаю и которыми я лично пользовался в своих сборках deep cool это единственная фирма которая реально делает очень достойные продукты на уровне именитых брендов это не тот deep cool что был даже пару лет назад наоборот это очень интересные корпуса водянки хорошие кулера тоже довольно добротные это что они делают это местами даже лучше чем не знаю там у кулер мастер thermal take и прочих при том что они стоят заметно меньше а еще у них работает одна девушка менеджер и вот она на первой волне вируса ну то есть вы поняли о каком вирусе идет речь она отправила и ящик перчаток и масок в украину моим родственникам и так сделали только именно эта компания и только вот они поэтому так что я очень уважаю саму компанию deep cool и желаем только развитие через пару лет они точно станут топ производителем я в этом почему-то действительно уверен в общем друзья одну водянку неудачную я заменил на вторую сам корпус как вы уже заметили он тоже белый сверху и черный внутри меня это полностью устраивает но теперь появилась еще одна внезапная проблема дело о том что я купил себе корпус раньше все комплектующих и не знал честно какая видеокарта ко мне приедет от вендора которую я поставлю в этот компьютер точнее я знал что это будет новая rtx 3070 но не знал насколько она будет большой и влезет ли вообще в этот корпус просто в моем представлении если карта является среднебюджетная то значит она будет иметь упрощенную схему охлаждения скорее всего не топовую и я почему-то был уверен что это будет какая-нибудь там не знаю двухслотовая небольшая видяха но ко мне приехала это самое strix rtx 3070 от компании иисуса я понял что видимо сборка пойдет у меня опять и не по плану и знаете у меня в последнее время вообще я заметил частенько бывают такие проблемы с размерами корпуса блока питания и видеокарты и так далее и это все случается потому что сборка компьютера меньше чем стандарты микро айтикс это поистине веселое занятие в кавычках ибо там все железки ты подбираешь не под твой бюджет в кармане а внимание под размер своего корпуса под корпус ты подбираешь материнку под корпус ты подбираешь видеокарту охлаждение и даже блок питания поэтому тут можно абсолютно спокойно на чем-то да и ошибиться и поэтому все нужно вымерять прям но я не знаю с линейкой в общем видеокарта rtx 3070 как вы уже поняли она явно не влезла не то что в этот мини корпус нет она просто сама размером с этот корпус и и я решил просто протестировать отдельно в своем втором большом компьютере вот там этот компьютер как раз и был создан то есть собран для таких здоровенных монстров вроде rtx 3090 founders edition и прочее что насчет самой 3070 то первое что меня сразу удивило это ее размеры и она товарищи реально очень большая судя по ее размерам ее радиатора тут будет температура на чипе я думаю минус 20 просто инженеры asus видимо забыли или перепутали 3070 3090 и топовое охлаждение поставили на средне бюджетную карту то есть выходит что стрикс 3070 что 3080 и 3090 они все на одно лицо имеет одинаковое охлаждение поэтому я даже понятия не имел что 3070 будет по размерам как 3090 мне просто сказали что якобы приедет 3070 и она я думал будет ну такой себе обычные средне бюджетной карты но если вы друзья просто забыть что эта карта не влезла в меню сборку и судить исключительно сам продукт то да мне реально понравилась эта пушка у нее интересный внешний вид очень качественно она собрана у нее два биоса два слота под обычные вертушки яркая сочная подсветка память от самсунга и очень большой вес жаль конечно что не везде она влезла ся ракета в мини корпус еще раз повторюсь я не знал что такая она будет здоровенная но ничего у меня есть второй компьютер и вот в нем эта красотка смотрится очень даже прилично единственное что я бы отметил это то что для уверенности я решил поддержать ее так сказать при помощи держателя deep cool который я тоже купил отдельно именно для здоровенных видеокарт в общем к этой артеx 3070 мы еще вернемся протестируем ее в большом корпусе чуть позже а пока переключаемся на мини сборку и раз уж сюда не влезла большая 3070 я решил что можно попробовать запихнуть обычную 3080 founders edition она явно меньше по размерам да и занимает два слота они три она небольшая она очень аккуратная и я уже снимал они видео обзоры самое важное вы не поверите но она влезла в этот корпус причем влезла прям до миллиметра прям вот словно она была создана именно для этой сборки и вот тут я понял что люди зря недооценивали founders edition и судят они как правило именно по температуре по андер вольту не знаю там по всему кроме вот размером самого продукта а ведь если человек захочет как в моем случае запихнуть и то есть поставить эту видеокарту в мини сборку то есть поставить топовую 3080 то он просто не сможет это сделать на вендорных видеокартах потому что они все либо 3 слотовые либо палка на двух концах что ж наконец-то это страдальческая сборка снежинка 30 обрела свой конченый то есть конь то есть законченный вид и первое что я бы отметил это очень тихую работу всей машины я специально замерил сколько шума издается я машина и если в комнате без включенного компьютера был примерно 31 децибел то с включением компьютера я видел 33 34 то есть это прям феноменально тихая машина и это важно потому что он будет стоять у меня прямо на рабочем столе на расстоянии полметра от меня в общем мне очень нравится как все вышло визуально да конечно видеокарта не вписалась по цвету всей сборке она черная точнее серая но то есть со временем я думаю заменить карту на белый 3080 или 3070 и в будущем это будет прям все замечательно визуально в общем короче вы поняли ну и так давайте же начнем тестировать первым делом запустим ту самую большую 3070 в большом корпусе со 9 10 900 f и тестировать я буду только в 2 кей или qhd на самых запредельных настройках первым делом я закинул новую watch dogs и тут я выставил все те же ультра настройки и только режим dlss я поставил на производительность в таком случае в среднем я бы назвал порядка 50 возможно 55 кадров с просадками до 45 или поднятиями до 60 то есть с лучами с трассировкой можно нормально перемещаться да это не 60 fps но и сама watch dogs тоже далека от идеальной оптимизации она такая себе довольно всратая возможно в патчами поправят потом ситуацию чтобы было везде стабильный 60 ноте стабильный 60 я видел пока что только на карте 3080 founders edition то есть там все те же были ультра настройки хотя dlss я поднял до режима баланс все равно в среднем так мы видим от 60 до 80 fps единственное то о чем я и рассказывал это именно как раз температуры у этих видеокарт они очень разные причем на strict 3070 там вообще нет никакой температуры видеокарты имеет настолько избыточное охлаждение что 57 градусов это просто смешного значения то есть это прям слишком низкие температуры и против 3080 у которой там поднимается 83 84 это абсолютно ни о чем и тут обязательно кто-то скажет что вот смотри твоя founders edition превратилась в печку в этом мини корпусе нет товарищи абсолютно не превратилась она в печку потому что до этого она была у меня в большом корпусе там она поднималась до 82 83 то есть вот в данном случае в самом большом be quiet dark rock она тоже держала ровно такую же примерно температуру до выросла на на 12 возможно градуса но это просто из нити меня абсолютно ни о чем я понимаю что 83 84 на фоне 58 на карте 37 кажется ну сверх высокими но давайте будем объективными и честными не станем забывать что 3070 явно больше по размерам и насколько на больше чем маленькая 3080 которая помещается мини корпус причем заметьте эти 83 84 это абсолютно нормальная рабочая температура для топовой карты вон если помните амди выпустила там однажды rx 5700 x и там даже 105 градусов считалось нормальной рабочей температурой хотя это конечно абсолютный бред но окей ладно далее едем и следом давайте запустим еще одну очень требовательную это red dead redemption 2 на ультра 2 кей это 3070 также достойно себя показала и держит среднем от 50 до 60 fps причем я заехал самую требовательную локацию ночную ведь ремонтяж в одном из видео сказал что я тестирую в довольно простых локациях и пояснил что именно ночью самая высокая сложность на локации для видеокарт и поэтому я забрел самую задницу мира и видим что в среднем да здесь все нормально в этом плане абсолютно все стабильное если же просто перемещаться днем то там будет 60 возможно 70 fps и в то же время 3080 то есть 3080 я не снял я видимо забыл в общем не важно какая разница если 3070 почти везде выдает 60 то 3080 точно нарисую там не знаю 60 70 80 и давайте лучше просто перейдем в метро exodus тут опять-таки в 2к на ультра случайами физика и 3070 среднем рисует 6370 кадров а вот 3080 тоже улетает за сотку до разницы между количеством кадров явно заметно но и здесь не стоит забывать что сколько стоит 3070 и сколько стоит 3080 и разница тут порядка 30000 ну ладно в конце давайте запустим control и будем уже заканчивать тут понятное дело я выставил все на ультра 2к и 370 держит от 60 и больше fps 3080 я думаю тоже здесь нет смысла особо показывает там та же самая история что и в reddet redemption ну там среднем 70 80 90 кадров не просто элементарно лень снимать очевидные вещи ведь я уже снимал и 3080 дважды поэтому смотрите мои видео на канале там все детально я рассказывал но я на этом уже на буду заканчивать целом сборка я полностью доволен температуры в мини корпусе нормальный не катастрофические о котором мне рассказывали нет все в порядке в этом плане теперь это будет мой основной рабочий компьютер правда я еще не знаю как я буду на нем ставить большие видеокарты вроде strix 3070 хотя по идее уже были все эти крутые видяхи и остались только 3060 там всякие 3050 и они будут но явно я думаю меньше по размерам и не такие уж большие вот такая как бы история этой снежинки все кому интересно железо этой сборке смотрите ссылки в описании под этим видео там же я оставлю ссылки на распродажу техники от xiaomi на этом я заканчиваю друзья увидимся уже скоро всем еще раз удачи и до встречи на канале субтитры сделал DimaTorzok следующее видео